Девчонки, всем привет! Сегодня мы будем рисовать вот такие яркие, сочные летние арбузы. Это очень простой дизайн, его может нарисовать каждый. И давайте начнем! Я уже заранее перекрыла наш тип с персиковым гель-лаком и на палитру нанесла нужные мне цвета. Белый, ярко-розовый, черный, салатовый, темно-зеленый и топ для растушевок. Белый нам понадобится для подмалевка, а салатовый и зеленый для корочки, розовый для мякоти. Итак, сначала мы белым гель-лаком наискосочек рисуем наш арбузик. Подмалевок я рисую для того, чтобы мне не приходилось утолщать ноготочек и несколько раз проходить с розовым гель-лаком. Плюс так рисунок ваш будет намного ярче. Когда подмалевок готов, отправляем его сушиться в лампу на 30 секунд. Теперь берем темно-зеленый гель-лак и немного добавляем в него салатового. Если у вас уже есть подходящий цвет для корочки, вы можете использовать его. Я мешаю цвета часто, когда рисую, чтобы цвет был более похож на натуральный. Проводим тоненькую полосочку зеленого гель-лака и сразу же по мокрому рядом такого же толщины салатовую полоску. И между собой их немного растушевываем. Теперь берем розовый гель-лак и закрашиваем нашу оставшуюся часть арбузика. Обратите внимание, девчонки, я оставляю небольшую белую полосочку между мякотью арбуза и его корочкой. И потом беру топ и такими прихлопывающими движениями аккуратненько растушевываю нашу мякоть, чтобы переход был плавный. Ведь у наших арбузиков, если их разрезать, не будет видно четкой границы между мякотью и корочкой. И так отправляем в лампу. Теперь берем черный гель-лак. Я набираю маленькую капельку и вот такими вот движениями, прихлопывающими просто прижимаю кисточку и у меня получается семечко. Я ничего не вырисовываю, просто прижимаю кисточку, у которой на кончике есть маленькая капелька черного гель-лака. Не просушиваю и на этом же этапе смешиваю наш ярко-розовый гель-лак с топом. Вы сами можете подбирать консистенцию, какого цвета вы хотите сок, поярче или побледнее. И рисуем вот такой незамысловатый рисунок, как будто с нашего арбуза стекает сочный сок. Просушиваем в лампе. Теперь данный дизайн я перекрою матовым топом от торговой компании Trendy Nails. Он очень хорошо подходит для светлых оттенков, у него приятная текстура, он без липкого слоя и очень экономит время. Просушили, вот такой результат у нас получился. Теперь беру белую гель-красочку без липкого слоя и расставляю блики на наших семечках. На этом этапе просушиваю. Беру топ без липкого слоя. Вы можете взять базу, чтобы она была погуще, или гель, но если это будет база или гель, то обязательно потом еще сверху топом пройдитесь. У меня топ Memory, он густой, поэтому мне это значительно экономит время. Расставляю капельки, переворачиваю, держу немножко и отправляю в лампу. Переворачиваю я для того, чтобы капельки мои были более объемные. Теперь мне нужно сделать объем нашему соку. Сначала я все тоненько промазываю, а потом просто на возвышение я добавляю еще немного топа. Ну или база в вашем случае, смотря какие материалы у вас имеются под рукой. Следующий арбузик у нас будет аккуратненький, такой милый треугольничек. Он уже немного по-другому будет смотреться. Аккуратненько рисуем треугольник. Он должен быть приблизительно по центру нашего ногтя. И закрашиваем белым гель-лаком наш подмалевок. Просушиваем в лампе. Теперь по той же схеме, что мы работали с предыдущим арбузиком, рисуем тоненькую полоску темно-зеленого и такую же полосочку салатового гель-лака. Девчонки, с одной стороны рисую немножко потолще нашу корочку, и она у меня как бы сходит немножко на нет. Это для того, чтобы он выглядел более объемным, потому что на этом арбузике мы будем расставлять свет и тени. Также не закрашиваю полностью нашу мякоть, а оставляю беленькую полосочку и потом растушевываю ее топом. Вот такими вот аккуратными прихлопывающими движениями. Дорабатываю мелкие недочетики, если какие-то есть, и отправляю в лампу. Теперь я смешаю топ с розовым нашим гель-лаком и добавлю капельку черного. Вы должны сразу же определиться, с какой стороны у вас будет цвет, а с какой тень. Я всегда это смотрю потому, на каком ноготке я рисую. В данном случае я левую сторону немного затемняю, а правую сторону немного высветляю. Высветляю я белым гель-лаком смешанным стопом и прорисовываю местечки, не закрашиваю там, где у меня будут семечки. Вот так у нас получилось. Сушим в лампе. По той же схеме я набираю маленькую капельку на кисточку, ставлю в уголочек. Я всегда выполняю так обводку, потому что только так выходят тоненькие линии. Вы ставите в уголочек капельку, потом вытираете кисть и из этой точечки вытягиваете аккуратно материал. Тогда линия у вас получается тоненькая. И семечки рисую также прижимая кисточку аккуратненько. Просушили мы в лампе. И тем намешанным гель-лаком, которым мы рисовали тень слева у арбузика, мы рисуем еще немного тени внизу. Можно, конечно же, этого не делать, но мне почему-то захотелось в этом случае сделать так. Растушевываем, чтобы не было границы. Просушиваем и покрываем топом. Нужно еще немножко доработать наш рисуночек. Мы по топу уже гель-краской без липкого слоя, у меня это от Patrice Nail, расставляем блики на семечках и выполняем обводку. Девчонки, обратите внимание обязательно, чтобы ваша обводка белым не закрыла ни в коем случае обводку черным. Тогда иначе потеряется весь эффект рисунка. Белую обводку я выполняю под черные линии. По той же технологии ставлю капельку и аккуратненько вытягиваю из нее материал. Вот такие яркие и сочные арбузы у нас получились. Это очень быстрый дизайн. На клиентке я выполняю буквально за 5-7 минут один ноготок. Промежуточные просушки бывает делаю даже секундочек 10. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментарии. Всем пока!